Всем привет, дорогие друзья! И сегодня обещанное мною видео о Яныном перелёте, теперь уже из Украины в Америку. Сейчас она сама нам всё расскажет и поделится и впечатлениями, и какими-то интересными событиями, которые её встретили. Я дома! Это самое главное, да, Яна? Это самое главное, я дома, потому что у нас изначальный был перелёт Киев-Торонто, Торонто-Лос-Анджелес. Но так как до Киева муж не хотел ехать на машине или же на поезде, то мы решили изначально, что мы берём билеты Одесса-Киев на самолёт. Киев-Торонто, Торонто-Лос-Анджелес. Когда мы приехали в Киев, у меня просто так взяли, посмотрели бумажку. Ну что, ребёнок в Америку летит? Я говорю, ну да. Спрашиваю, Соня, а это кто? Она говорит, папа. Всё. Посмотрели разрешение, тут же его вернули, посмотрели паспорта, всё. И началась возня с грин-картами. Вот они у вас просроченные. Я говорю, они у нас не просроченные. У нас, говорю, вот вторые документы разрешения, подтверждающие то, что это действительно наши документы, действующие ДЕД. Ты сейчас говоришь о том, что у тебя первая грин-карта, ты подалась на вторую грин-карту, но второй грин-карты ещё нет, ещё не пришла, но пришло письмо, которое говорит о том, что документы на вторую грин-карту были поданы, и пока ты можешь пользоваться первой грин-картой. Этими письмами, да, да, абсолютно верно. Потом нас зарегистрировали, значит, Киев, Торонто. И молодой человек, который нас зарегистрировал, говорит, а вы знаете, у нас не проходят почему-то ваши документы Торонто, Лос-Анджелес, а мы должны были в Киеве их брать. Мы летели через компанию МАО. Я сказала, я в жизни больше не полечу двумя компаниями. Это Люфанса, Люфанса, ну, в общем, вот это вот, матерщинщица. Люфтанза. Да, и не полечу компанией МАО. Я лучше дома буду, я пешком пойду. Ну, этими двумя компаниями... Ну, да ты, конечно. Я в флаг на ките поеду через океаны. Но я сказала, что больше этими двумя компаниями я пользоваться никогда в жизни не буду, потому что они действительно настолько проблемные, настолько они некомфортные, их не условия... Непредсказуемые. То, что непредсказуемые, это было вообще для всех, ни для кого не сюрприз, как говорится. А то, что вот они не сервисные, у них настолько отставший сервис, что они просто не дотягивают, мягко говоря. Не то, что они еще в союзе остались. А ты знаешь, что компания МАО принадлежит Коломойскому? Ну, по крайней мере, так говорят. У нее нет стопроцентных знаний. Я не слышала. Мне девочка одна написала, после того, как она узнала, что вот у нас произошла вот такая вот история. И она говорит, вот, засудить бы, да и кто держит эту компанию. И тут ты говоришь, Коломойский. Почему-то не удивлена. И вот этот молодой человек, который нас регистрировал, он говорит, не проходят ваши билеты, вам надо будет брать их в Торонто. А я говорю, а почему они не проходят? В чем проблема? В чем загвоздка? То есть, в компании МАО нам не сказали о том, что у нас отменены билеты. Хотя они уже видели это по своим компьютерам. Ну, обычно крупные компании, по крайней мере, в Америке присылают письмо, что извините, ваши билеты переносятся, а также в Turkish Airlines, ну, то есть во всех крупных компаниях. Если бы, если бы компания МАО, она тоже не маленькая, простите на секунду, это международные рейсы, и не прислать элементарный имейл, или не выставить на своем же сайте о том, что этот рейс отменен, ну, ребята, ну, извините, ну, это же кем надо быть? У нас действительно, мы приехали в Киев, и мне говорят, а билеты, ну, вот, не регистрируются, вы едете в Торонто, и там вы возьмете. И куда мы попали? Мы как евреи, понимаешь? И что мы будем делать, Сарочка? Вот так и у нас было, и что нам делать? Я еще, знаешь, какую информацию узнала, что очень помогает вообще всегда, не только вот сейчас, когда коронавирус и карантин и все такое прочее, помогает регистрация за один день. То есть ты заходишь на сайт данной авиакомпании и регистрируешься, и тогда ты уже знаешь, полетишь, не полетишь. Вот я этого момента никогда раньше не слышала, но вот сейчас мне девчонки стали говорить, что надо вот так вот делать. Ну, надо, значит, надо, будем делать. Ну, надеюсь, что у нас больше так не будет, потому что они начали... Подожди, а что-то было такое? Что говорили про эту регистрацию за день, да? За сутки, вернее. Да, что-то промелькнуло. Молодой человек говорил мужу, но я, как бы я не послушала, я вот тут вот уже, уже, наверное, мое упущение. Почему? Потому что мне надо было ответить, я не могла ответиться, потому что я как раз разговаривала по поводу документов. Я говорила о том, что вот эти документы действительно, действительные, а тут молодой человек уже разговаривал с мужем. И вот этот вот момент я уже упустила, потому что я слышу, что муж говорит, нет. А что нет, я уже не понимаю, потому что я упустила суть. И тут я доказываю, что да, действительно, вот наши паспорта и все остальное, бла-бла-бла. В общем, когда мы прилетели в Торонто, я делала прямой эфир, уже когда я немножко более-менее успокоилась, я делала прямой эфир... На Фейсбуке? Да, я показывала место, где мы находились. Это маленькая комната, размером вот как моя рабочая, как офис. Нет, наверное, чуть-чуть больше. Наверное, как вот моя офис и мужа комната. Вот. А в ней нет ничего. Ни туалета, ни какой-нибудь кафешки. Ты зашел, и ты как... Ты даже не в лабиринте. В такой изоляции полной. В полной изоляции, абсолютно. Она тебя регистрирует, и ты понимаешь, она говорит... Перед этим подходит молодой человек и говорит, вот покажите... У меня даже сохранились вот эти вот... Талончики на багаж. На несуществующий рейс самолета. Понимаешь? То есть они ваши чемоданы забрали, а вы... Забрали чемодан и отправили на несуществующий рейс. Нам говорят, что у вас билеты, оказывается, отменены. В смысле билеты отменены? Мы вылетали из Киева, было все нормально. Нам никто ничего не сказал. В итоге, когда мы приехали уже в Торонто, когда уже вот эта вся ситуация поднялась, до меня потом начало доходить, что молодой человек имел в виду, что... Ну, в Торонто разберетесь. И знаешь, он с таким вот... Все будет нормально. Знала бы я, что меня ждет в Торонто, я бы ему в Киеве сразу сказала. То есть ты думаешь, что в Киеве они уже знали о том, что ваш рейс не состоит? Да, они изначально знали, почему. Потому что молодой человек, он мне сразу сказал, говорит, билеты не проходят, я не могу понять, почему. Я говорю, объясните мне, почему. А он, ну, и начал мяться. Тут муж начинает, тут Соня, естественно, мама, я хочу в туалет. Тут муж начинает, ой, побежали быстрее, тут осталось Дарейса. В смысле, осталось Дарейса еще час до вылета. В смысле, ну, куда ты спешишь? Я вопрос решаю. Ну, в общем, как-то вот так у нас получилось с имбурностью. И уже когда в Торонто нам сказали, что отменены билеты, нам нельзя покидать эту закрытую зону. Мы не можем дозвониться до компании МАУ. Ни один номер телефона не отвечает. Ни СБУ, ни милиция, ни поддержки, ни по билетам. Ни один из номеров, которые находятся у них на сайте, ни один номер не отвечает. Может, потому что вы уже не на территории Украины, а вы уже на территории Канады. Нет. У меня муж с Украины может позвонить в Америку, спокойно. Это просто, ну, как бы, вот, элементарная халатность. Вот. Все, что я могу сказать. Нам пришлось покупать новые билеты. Мы на новые билеты потратили 5 тысяч долларов. На троих. На троих. Три билета. Канада, Лос-Анджелес. То же самое время, что у нас были первые билеты, мы должны были вылететь в 18.30. Эти же, это же время у нас на новых билетах по 17.30. Уже другой авиакомпании. Уже другой авиакомпании. Когда мы уже взяли вот эти новые билеты. И я понимаю, что у нас остается 10 минут до посадки. До окончания рейса. Не до окончания посадки, а уже до самого вылета остается 10 минут. А бежать-то как раз вот эти вот, ровно эти 10 минут и надо бежать. И мой муж, который не любит бегать, он бежал впереди меня и кричал. Ура! Ура! Короче, мы так бежали, что мы прибежали. Ура! Буквально за 4 минуты. А, вы спринтеры. Мы спринтеры. Я не знаю, как так умудрились. При том, при всем, что это надо было искать, новые гейты. О, боже, это просто ужас. И мы понимаем, что у нас остается еще какое-то время, пока там заканчивается регистрация. И сейчас же не по классам, не бизнес-класс, не эконом-класс, а сейчас по зонам. Сейчас из-за карантина сделали по зонам. То есть первая зона, пятая зона. И мы понимаем, что у нас там остается еще человек 5 до конца регистрации. Соня, я хочу в туалет. Я говорю, только быстро, у тебя 3 минуты. Пока она до туалета добегает. Тут муж, ой, мне водички надо. В смысле тебе водички надо? Чемоданы в зубы и вперед, быстренько к регистрационному этому самому столу в Канаде, где не работают доллары, понимаешь? Канадских денег нет, он карточкой. Я говорю, ладно, давай карточкой. Пока Соня сходила по своим возможным нуждам, необходимым, этот стоит, играется со своей карточкой. И тут, говоря, объявляют, регистрация закончена. Я говорю, в смысле регистрация закончена? И я понимаю, что я хватаю эту карточку. Он говорит, я воду не купила. Я говорю, какую воду? Говорю, у нас регистрация, все. И тут уже объявляют наши имена. А он такой, я говорю, в очередной раз. Я говорю, ты прослушал, что я тебе сказала. То есть, ну, у нас, когда мы собираемся, для нас это всегда вот, ну, мой чемодан, Сонин чемодан всегда готовый в первую очередь. У мужа чемодан всегда собирается в течение трех минут. То есть, он все, что он видит, все, что ему надо, он не делает себе списки, ничего, он просто делает так. Сгрюм и кинул. Я говорю, нет. Я говорю, милый, так не будет. Либо ты учишься собирать чемоданы, несмотря на то, что у тебя уже, говорит, под срапу лет. Я говорю, ты учишься собирать чемоданы заранее. Хотя бы, говорю, ты положил то, что тебе необходимо изначально, я буду слаживать, а там ты уже будешь досматривать, что тебе надо. Потому что это просто не как. Яночка, я видела твое коротенькое видео на Фейсбуке, когда вы бежите, и ты на ходу там рассказываешь, да, что вот такая у вас ситуация, что вам пришлось купить новые билеты, и что Соня надо в туалет, но осталось уже там буквально считанные минуты до посадки. То есть ты сейчас рассказываешь, что было после того, да? Да, уже после того сделанного видео, когда она пошла в туалет, а муж решил, что ему водички надо взять. Когда я говорю, ребята, берите, пожалуйста, свои чемоданы, у нас регистрация. Я говорю, пожалуйста, любимые мои, знаешь, уже солнышки. И когда объявляют, что уже наши имена, что уже заканчивается регистрация, я говорю, твою мать, сколько можно, когда вы меня слушать-то будете. Я говорю, ты не слышишь? А с первого раза он даже не обратил внимания на то, что наши имена уже объявили. Там только ваши имена были объявлены или еще у кого-то? Только наши. Понятно. Ну, хорошо, что вы были очень близко, да? То есть вы были на территории. Вы были буквально за угол, повернуйте, мы уже рядом. Ясно. Что бы вот комфортно было в том, что когда мы летели в Украину, на наши Лос-Анджелес, Канада, было сложно то, что мы не додумались сразу, что можно рассесться по разным местам. Мы сидели все вот на тех же бронированных местах, которые мы забронировали. А уже когда мы летели в Канаду, Киев, мы уже разбрелись. У меня было три мои места, у Сони было два ее места, и у мужа напротив наших этих самых креслов было его два кресла. Так же самое мы летели с Киева в Канаду, каждый на своем. Самолет заполнен на 50%? Много свободных мест? Даже, я тебе скажу, на 40%. Даже не 50%. Боинги, на которых мы летели, там же идет 200 с чем-то мест, летел человек 70-80. Поэтому в самолете, там, хоть свадьбу делай. Понятно. Вот. Вот когда мы сели в компанию МАУ в самолет, там же ж нету вот этих скринов, экранов. Телевизоров. Да. И у Сони вот этот шок. Я в прошлом видео говорила. Да, да, да. Мама, как это? И так же самое мы назад летели. Она говорит, опять? Я говорю, Соня, считай, что ты попала в СССР. Она, а что это? Я говорю, Соня, из СССР, и так говорю, мама твоя родилась в Советском Союзе. Ты такая старая. Смотри, вы с Киева летели какими авиалиниями? И потом в Канады какими авиалиниями? В Канады какими авиалиниями мы летели, я уже не помню, не то, что не помню, я не знаю, потому что я не видела билеты посадочные, я не видела, через какую компанию муж покупал, через американскую мы летели или через канадскую, я не знаю, потому что нам сказали, что мы с Соней можем вернуться в Украину, они предоставляют нам билеты, они могут предоставить мне и Соне билеты, чтобы мы вернулись в Украину. Обалдеть. А муж на 14 дней остается вот в этой маленькой закрытой зоне. Голодный, холодный, грязный, немытый, вонючий, все вот эти вот, негигиенические качества можно перечислить, понимаешь? А я говорю, девушка, я, конечно, очень извиняюсь, скажите, пожалуйста, у меня ребенок хочет в туалет, можно ли как-то это организовать, пожалуйста? Я понимаю, что мы нарушим какие-то ваши правила, правила аэропорта, правила там еще что-то, ну что мне делать, что ребенок хочет в туалет? На что она говорит, а я никак вам помочь не могу. Я говорю, ну вы же администратор, у вас же есть административный туалет, говорю, вот за теми дверями. Я говорю, пусть ребенок с вами пройдет, я здесь буду, здесь стоит security. Неужели это так вот, ну, это сложно? Я говорю, тем более, ну, все мы знаем, да, как американцы, вот иностранцы относятся к детям, у каждого есть свои права, да, и здесь говорят, нет, нельзя, тут она говорит, а мы можем от нашей компании канадской предоставить вам билеты в Канаду-Киев, и вы полетите домой, если вас что-то не устраивает. Мысли, я в Америку домой лечу, нахер вы меня отправляете, простите, за лексикон в Украину, я оттуда уехала, я оставлю мужа своего, извините, на поприще погибаний. Ну, вы серьезно? Хорошо, а муж, почему 14 дней должен в этой комнате находиться? А потом что? А потом неизвестно, потом за эти 14 дней они могут ему предоставить гостиницу. На эти 14 дней? Нет, после этих 14 дней. Это 14 дней карантина, вы должны сидеть в этой комнатке. Вот в этом проходном помещении, без кровати, без ничего, то есть, все, ты не можешь покинуть, если у тебя нет посадочного билета. Угу, понятно. Все, нету посадочного билета на другой самолет, рейс, неважно куда, все, с этой зоны ты уже не можешь выйти никак. Я когда-то слышала что-то подобное, но тогда там был срок немножко другой, 21 день, мама с ребенком находилась, вот как ты описываешь, примерно в таком же помещении, да, и вот она, это знаешь кто, Вероника Степанова рассказывала, есть такой психолог на ютубе, Вероника Степанова, вот она рассказывала, что там никаких условий не было, абсолютно вот, вообще, вот голая комната, пустая комната. И она говорит, она уже не знала, что... Это даже не комната, Зая, это даже не комната, это часть аэропорта. Это даже не комната. Нет, она там рассказывала, что они в какой-то закрытой комнате были, и ребенок был маленький, и она не знала уже, какие сказки этому ребенку рассказывать, какие песни петь, или там плясать, или что-нибудь делать. Какие губны хлопать. Угу, понятно. Это не комната, это часть аэропорта, которую оградили, это считается закрытая зона. Когда ты регистрируешься на следующий рейс, ты с этой зоны выходишь и ты идешь уже на свое посадочное место. Если у тебя нет билетов, ты либо покупаешь новые, как мы сделали, как нам пришлось сделать, или же вариантов у тебя уже, как говорится, нет. Хорошо, вы купили новые билеты, побежали, у вас было мало там, совсем этого времени, 10 минут, вы добежали, вы сели, ну там с небольшими вот этими перипетиями, что уже ваши имена стали по громкоговорителю, да, называть. Ну, в общем, потом вы сели и нормально долетели. Что в Лос-Анджелесе, когда вы прилетели, было? Как там все было? Ты знаешь, что самое интересное? Когда мы прилетали обычно с других, с той же Вены, еще куда-то там, с какой-то, вот с разных, с Астамбула мы прилетали. Мы шли и регистрировали наши грин-карты, паспорта. Вот, и мы, получается, не регистрировались. У нас не было вот этого вот, мы не ложили, мы не сканировали свои паспорта, грин-карты и все остальное. У нас этого всего не было. Мы просто вышли с самолетов и просто через весь аэропорт пошли. Все. А я говорю, а-а-а, он говорит, домой, 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 нам надо выйти с... Мы прилетели на третий гейт, а нам надо было выйти на улицу, чуть-чуть пройтись, на пятый гейт забрать наши чемоданы. И я стою, а рейс несуществующий, нас по-новому регистрировали. И я говорю, господи, 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 боже, 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 я прошу тебя, у меня толстой там всего. И тут выплывает мой чемодан, первый мой чемодан. Ой, ну сколько радости бывает. Побежали, спасли, схватили. Кладонуша, это, конечно, да, потерять чемодан, ты понимаешь, что... А я в этот раз дуру почему-то, я не знаю, я набрала колбасу. Наших украинских. У меня не было времени их там поесть, поэтому я решила, что я их буду есть в Америке. Что ж, добро будет пропадать. И нормально все прошло через аморь. Да, абсолютно нормально. Я набрала, я валерьянки взяла, я барбовала взяла, причем барбовал содержит барбитурат, при том, при всем, что его нельзя перевозить. Ой, я перевожу спокойно. Легко. И барбовал, и валерьянки. Вообще, как все по массу. Ой, кошмар. Поэтому, ну, вот, было вот так вот. Это, конечно, да. Ну, ничего. Когда вы летели Мау из Киева в Канаду, вас кормили? С Киева в Канаду? Да. Компании Мау. Да, один раз предложили еду. За свои деньги? Нет, только напитки за свои деньги. Были предложены только напитки за свои деньги. А один раз были предложены еда, которая была, как говорится, обязательная. Поэтому я не могу сказать, что мы ее поели, потому что я спала, Соня спала. Муж вроде бы не спал, но он сказал, что было ужасно. Он кушал, но ему не понравилось. Он говорит, еда очень плохая была. Еда отведительная была. Тут пришел Пятачок. Пусть Пятачок покажется на экране. Привет. Привет с новой прической, красавица. Спасибо. Уже отросло немножко, да, Соня? Нет, у девочки, видимо, рука тяжелая, потому что волосы даже не движутся. У тебя хорошо. Ты немножко челку по-другому заколола. Хорошо, да? Помнишь, вот эти маленькие собачки? Юкширский интерьер. Вот это Соня. Не наговаривай на дочку, не наговаривай. Нормально, нормально. Я когда летела, нас не кормили авиакомпанией МАО. Я летела Киев-Майами. А сколько часов ты летела? Сколько часов? Нас не кормили, но, что интересно, нам разрешили, когда проверяли... Брать свое. ...и сумки, брать свое. У меня даже бутылка воды была. Прошла без всяких. Никто мне не сделал замечаний. Люди понабирались с собой нарезанную колбаску, нарезанный сырок, котлетки. Какие-то даже салаты и помидоры... Перепеленые яйца я даже с собой взяла. И потом это все разложили и ели. У нас можно было покупать еду, можно было, но все, кто покупал, говорили, что вообще есть невозможно. Невозможно есть. У меня тоже муж попробовал, сказал, это такая ужасная, это такая гадость. Он ее и не ел. Я взяла себе, значит, скажи мне, я скажу, я вафельки взяла, думаю, ну мало ли, яблочки, фрукты, как бы сыр. То есть особо салатики наделала легкие, водоразовые коробочки, я их позакрывала. И так, захотели покушать, открыл, покушал и выкинул, чтобы вот это вот не перекладывать под коробок. Ну вот. А когда летели уже с Украины, то я, естественно, салваса... Как раз я пошла, я взяла золотистые соляне, оно уже с лазями порезано. Я взяла 15 перепелевых яиц. Их же чистить неудобно в самолете. Я их почистила, дома перед вылезом. Нашла коробочку. Понятно. Ой, ужас. Такое ощущение, знаешь, как будто мы действительно вернулись в какие-то 90-е годы. Вот это вот, до 90-х такого не было. Это просто ужас какой. Яночка, я хочу у тебя попросить, чтобы ты узнала у мужа, или просто посмотрела на билеты, если они сохранились, какой авиакомпании вы летели с Канады и Лос-Анджелес. И я потом поставлю под этим видео название этой авиакомпании для тех, кому это интересно. Ты можешь мне сказать и те, которые были отменены. Для общей информации я это все помещу в инфобоксе под этим видео. Смотри, правильно я тебя понимаю, что вы летели с Лос-Анджелеса в Киев? Сначала какой-то американской авиакомпании. Мы летели американской компанией, сначала мы летели в Лос-Анджелес, Канаду, потом канадской мы летели, с Канады мы летели уже МАО. В Киев. В Киев, да. И таким же образом в обратном направлении. Сначала компания МАО до Канады, и с Канады уже той же самой, как бы вы должны были лететь авиакомпанией. Да. По каким причинам она отменила свой авиарейс? Я буквально сегодня утром у мужа спрашивала, он собирался, он встал в 4 утра, ему надо было ехать в бейкере за хлебушком. А я проснулась, ну, из-за того, что не можем сейчас перестроиться во времени, поэтому мы как-то вот рано спим, рано встаем, поздно ложимся, поздно, рано ложимся, поздно встаем. Вот такая-то неделя у нас. Я говорю, слушай, у меня возник вопрос, я говорю, объясни мне, пожалуйста, по какой причине у нас был отменен билет? И вообще, что вообще произошло вот с вот этим вот совсем, с этими билетами, с этим перелетом? Ну, как? Почему? Говорит, я не имею вообще, даже предположить не могу, почему вот это вот все произошло. Почему отменили билеты? Почему не пришло сообщение на сайт? Когда отменили эти билеты? Когда мы были в Киеве, проходили регистрацию, их отменили? Или же, когда мы ехали с Одессы в Киев, эти билеты отменили? Потому что отменить их, когда мы летели с Киева в Торонто, их никак не могли, потому что их уже не было. Их уже не было, видно на сайте. Да, мы одни были. Вы одни были? Ага, понятно. Вот такие вот классные, мы попали одни. Мы были одни. Мы последний из маникан. Или первые. Да. При том, при том, что вот эти вот трудности мужа никак не пугают. Он собирается лететь, в январе месяце он собирается лететь в Украину. Но он смелый, он, наверное, такой же смелый, как и ты. Он авантюрист. Я изначально говорю, слушай, ну сколько мы можем раз в год летать? Ну месяц прошел. Я говорю, а что я успела сделать, говорю? Нет, ну ты встречалась там с подружками, я видела фотки, как вы прекрасно проводите время, весело, там развлекаясь. Это было офигенно, это было настолько круто. Это был первый раз за все мои прилеты в Украину, когда я не хотела оттуда уезжать. Это был первый мой раз. Потом я видела двух каких-то девчонок, примерно твоего возраста, когда вы танцевали. И я вместе с вами тоже там врубила на всю громкость и немножко потанцевала. Это были девочки с Dream Connection, я так поняла. Уже вы замуж? Нет. Нет, это мои подруги. Еще фотография, где мы вот с девчонкой встретились с длинными волосами. Это был ее день рождения. Потом моя девочка, там две девочки было, когда я выставляла самые первые фотографии. Светленькая в очках и темненькая. Светленькую я знаю тоже, наверное, лет 15. Нет, наверное, лет... Чуть больше пятнашки там где-то там. Тоже так сложилось, что я ее четыре года назад встретила в маршрутке. Я говорю, слушай, так и так, что-то мы разговаривались. Я говорю, да я говорю, скоро уезжаю. Я как раз уже замужем задержа была. Она говорит, а как так случилось? Я говорю, встретила мужчину. Она говорит, а мне поможешь? И я ее отправила в Dream Connection. И вот мы до сих пор встречаемся. Она встретила своего мужчину. Они готовят документы. Но он с Австралии. Он приезжал в компанию Dream Connection. Хорошо, Янчик, будем закругляться. Я думаю, для одного видео это достаточно. Если потом захотим, сделаем еще второе видео. Третье там, о чем угодно. Я хочу тебя поблагодарить. Спасибо тебе большое, что нашла минутку и согласилась записать это видео. И рассказать нам, как все было. Потому что те отрывки, которые я видела на Фейсбуке, они меня просто повергли в шок. Как вы там бежали и как вы эти все билеты покупали. Ну, хорошо, девчонки. Я вам желаю, чтобы больше такого никогда не повторилось. Чтобы все всегда было хорошо. По крайней мере, чтобы всегда был выход из ситуации. Вот это вот самое главное. Чтобы всегда был выход из ситуации. И тогда до новых встреч и до новых интервью. Да, моя хорошая, давай. Сдравляю. Объединяю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok